В Рязани продолжаются ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Каждое предприятие на данный момент работает в особом режиме. Мы решили узнать, что происходит в стенах Рязанского цирка, в котором недавно были отменены выступления. Однако работа внутри продолжается. В здании трудится порядка 20 человек. Большинство артистов, приезжавшие на гастроли, разъехались по домам. В цирке остались только те, кто ухаживает за животными, в том числе Маргарита со своим мужем Евгением. Они содержат Найлиса и Тора – двух коней, которые участвуют в акробатическом номере «Жокеи-наездники». Маргарита рассказала нам, что в Рязанском цирке они оказались для отработки новой программы. Сюда их направил Росгосцирк. Девушка поделилась, что в связи с коронавирусом в данный момент здесь запрещены репетиции. К ситуации артисты относятся с пониманием. Мы все соблюдаем. У нас здесь есть врач. Мы каждый день меряем температуру. У нас проходит осмотр, сами постоянно моем руки, дезинфекция. То есть, в принципе, абсолютно нормально ко всему этому относимся. У нас режим такой же. У нас единственное, что нам не разрешают – это делать трюки на лошадях, то есть проводить репетицию. Но необходимое то, что нужно для лошадей – это пробежка, прогулки, купание, чистка и кормежка. И это все в том же режиме у нас проходит, как и было. Единственное сожаление артистов заключается в том, что лошадей нельзя выгуливать за пределами цирка. Однако при хорошей погоде они обязательно выходят во внутренний двор цирка, чтобы подышать свежим воздухом и погреться на солнце. В то же время сами звери спокойно относятся к вынужденному нахождению на одной и той же территории. Единственное, что многие животные скучают по трюкам. Мы когда выходим в Манеж, они сами начинают проситься делать трюки. Я думаю, что они скучают все равно и по аплодисментам очень сильно. И это видно по тем лошадям, которые уже отработали несколько лет. Естественно, они сами просятся. Почему такой перерыв? Работа с животными в Рязанском цирке осуществляется по графику. Средства для ухода за зверями и питания выделяется Росгосцирком. Артисты отмечают, что в них нет недостатка. Шампуни для купания, кондиционеры для гривы. Все это необходимо для того, чтобы животные чувствовали себя комфортно. Это кондиционер для гривы хвоста, чтобы хорошо расчесывалось, чтобы не спутывалось, ни за что не цеплялось. Лошадям также необходимо обрабатывать и копыта. Это для копыт увлажнение, чтобы копыта не трескались, получали необходимое питание. Очевидно, что в цирке работа продолжается полным ходом, поскольку животные сами о себе позаботиться не смогут. Кормят их здесь также по расписанию. Для каждого животного подбирается индивидуальный рацион, в который включаются дополнительные питательные вещества. Так что у лошадей не меняется ничего, ни у лошадей, ни у остальных животных. А все по кормлению, по содержанию, в любом случае все необходимое для них есть. Но я думаю, что по ним это видно. Артисты продолжают заниматься поддержанием здоровья и красоты животных и будут ждать, когда вновь разрешат репетиции и передвижения по стране. Маргарита призналась, что очень хочет продолжить выступление и сожалеет, что сейчас не может в полной мере насладиться весенними видами Рязани, поскольку очень любит наш город. В то же время она передает привет всем работникам цирков, поздравляя их с приближающимся международным днем цирка, который отмечается 18 апреля. Чего говоришь? Чего? Молодец. Вот так вот.